В Умани завершился разбор завалов многоэтажного дома, в который прилетела российская ракета. Только этот прилет стоил нам более 20 жизней, в том числе детей. Это именно тот прилет, который генштаб Московии назвал «точно в цель», а паблики за поребриком завыли от счастья. Их вдохновила новость о том, что ракета попала в цель, и главное, что погибло столько украинцев. При этом появилось просто огромное количество подобных комментариев под результатами прилета. Речь идет о том, что поголовье, которое называют «руцкий народ», хотя они не русские и никогда народом не были, видит, что это жилой дом, а не военная цель. И там кипят от восторга, что удалось убить мирных жителей Украины, которые спали у себя дома. Примерно таким же восторгом они исходили от видов бомбардировки республики Ичкерия, а вот стирание с лица земли городов Сирии эту публику сильно не трогало. Они просто переступали через такие новости, а упивались этим зрелищем только патологические живодеры. И вот, когда в Умане разбирали завалы, а у расистов произошел приступ экстаза, либералы, которые называют себя оппозицией, поют в унисон с Кремлем. Смотрите по ссылке под этим роликом. Отметим, что заявления таких либералов практически повторяют Путина. Да, это можно назвать лайт-версией речей Пуйла, но только потому, что такие либералы сейчас болтаются по заграницам. И если слишком широко начнут раздевать хлеборезку, то их отправят к великому народу, на великую родину. А там они попадут под мобилизацию, поэтому и контролируют угол раскрытия челюстей. Но публично высказывают не все, что хотели. А если бы сказали, то предварительно изменили бы тембр, чтобы нельзя было опознать. И послушав такого либерала, возник бы всего один вопрос. Смоктановский, Кеша, ты? Или Вава Путин, ты чоли? Ну и плюс к тому, такая речь показывает, какие мысли припрятали эти господинчики. Они не зря говорят о том, что они вроде бы с нами на одной стороне до того момента, когда мы, а не они, снесем режим Путина. Они не хотят брать на себя ответственность за то, что своими руками вознесли Путина на трон и за то, что они потом натворили. Этот бородатый дядя намекает о том, что они к этому не имеют никакого отношения. А все сделала Зинка. Там не очень-то и скрывают свое имперское нутро и отношение ко всем, кто призывает разрушить московскую кровавую недоимперию. Там явно читается, что они подождут в стране, пока Путин убивает украинцев, а когда его снесут, то бородатые и безбородые подхватят знамя и станут делать то же самое под теми же лозунгами и с такой же людоедской ненавистью. Других либералов там нет и не было никогда. Субтитры создавал DimaTorzok